Игорь Александрович, начнем, наверное, по традиции, свое впечатление, да, краткое резюме матча. Ну, тяжело говорить, я считаю, мы настраивались на победу, все силы приложили, к сожалению, чуть-чуть опять у нас та же самая старая болезнь, не на концентрации в этих эпизодах, выпустили этого необязательного гола, команда, в принципе, план на игру, не скажу, что на 100% выполнила, закрыли зоны, мы по Воронежу хорошо поработали, посмотрели много видео, сделали нарезки, какие зоны ввелить, не будут в тактику удаваться, самое главное, ребятам сказал, мы договорились, не обращать внимания ни на соперника, играть в свою игру, стараться выгодить, на посту, а закрыть свободные зоны, я думаю, у нас получилось не до конца, но уже радуюсь, что равнодушных нету, хочу огромное сказать спасибо болельщикам за поддержку, задавайте вопросы. Поддержка, когда команда играет, тогда и тримоны, я думаю, он поддерживает, нет равнодушных? Мы сегодня, болельщики, постоянные, впервые увидели хоть какую-то осмотренную игру в своей родной команде, какие изменения вы внесли, я не имею в виду тренировки, потому что вы все время в команде, может ли что-то в психологии поправить? Наша самая главная проблема была, это действительно правильно, подметили психологию, я ребятам попытался донести, что по подбору игроков, по квалификации, мы, одна из сильнейших команд в этой игре, к сожалению, в последних играх там потеряли уверенность небольшую в себе игроки, но постарались вернуть, тут, сами понимаете, что-то кардинально поменять в тренировочном процессе, в такой, где отрянут коробки отрезок времени, стало тяжело, просто, ну, перестроили немного схему, воодушевились и стараемся выполнять то, что им говорят на установке, но самое главное, это самоотдача, самоотдача, и кто мне скажет, что у нас игроки слабее, игроков факел воронеж, да, очень сильные у них игроки, но у нас не слабее, это точно, а в каких-то зонах гораздо сильнее, и мы строим на сильных качествах, прежде всего, своих игроков в игру, будем стараться, ну, это, я считаю, успех в дальнейшем нашей команде. Скажите, пожалуйста, а вот Сергей Жигеев сегодня дебютировал, да? Да, дебют, дебют. Не очень удачный, это ваша тоже задумка была такая, или просто тот травмик? Нет, нет, Сережа достаточно хорошо сейчас выглядит, и не очень на процессе, специально под команду соперника вы видели достаточно высокорослые нападающие, которые активно навязывают эту борьбу, особенно касается при игре со стандартных ситуаций, и здесь нам необходим был высокий вратарь, который помогал бы в борьбе с нападающими соперниками. Он сильно вымололся? Вы знаете, я знаю, Сережка уже не первый день, он всегда спокоен, уверен. Да, конечно, естественно, волнение определенное всегда присутствует, но парень отработал, отработал, я считаю, хорошо, да, там, к сожалению, этот эпизод смотреть, как, что, да, произошло. Ну, так, достаточно уверенно, все те моменты, которые возникали, он играл, свои мячи брал. Ну, молодец, спасибо вам огромное. С первым раз заработали нас, заработаем матчком. Спасибо. В следующем матче даже. А будем надеяться. Еще раз хочу поблагодарить болельщиков, особенно ребят, которые в Пензу приехали, всюду поддерживали активно команду, даже при счете 2-0, когда мы там немножко провалились, у нас там ситуация 3 минуты, 2 гола, все равно нас гнали, мы, как мы могли, старались выиграть ситуацию. Огромное спасибо и за поддержку сегодня, и надеюсь, в будущем зрители будут потягиваться, переживать. Спасибо большое. Для вас играем. Александр Иванович, послажившаяся у нас традиция, в начале краткое резюме сегодняшнего матча, свое мнение, свое впечатление. Ну, первый тайм, в общем-то, не удался в таком плане, что немножко средняя линия, мы стали в ход игры, и, в общем-то, пропустил его, как-то не удалить. Второй тайм, игру, как говорится, немножко выровняли игру, поставили вести более правильно, и преимущественно, когда центральный, забили гол, но тут тут же случился из-за 7-10, да, он поставил 10-10, конечно, сложно было бы так. Хотя ребята в два цифра, и, в общем-то, характер, в общем-то, в принципе, нам это немного дает, если бы что-то статистически. Сокол выиграл, мы отыграли практически, конечно, по пределам. Ну, шанс чистый идти, все остальное, там, второе-третье место. Хотя задачи на сегодня было не доставлено, когда Сокол практически не был косичек, нам надо было просто выиграть в свои игры, возможно, какие-то варианты, но, к сожалению, не будет теряем очки. По второй игре, и, соответственно, с тем, что форум 2-5-9, это не нормально. Но будем пытаться все равно что-то так. Сложно всегда догонять, а тыграться. Тем более, с одной стороны, карматики треют, и, как ладно, так называемый психологический отпечаток. Понимаем ребят, дружок, и я думаю, ребятам, что это осидают, что это осидают, что это осидают психологическое. Обещено, плюс группа игроков болела в ритмах, пусть они, как говорится, восстановились, и тех, кто было, все равно недели на 10-10 не было. Накладывает отпечаток, тренировочный процесс, на функциональной состоянии, согласно с цифровой резюме выиграл. Он проиграет с одной портой, так же так. Второй, как еще раз, в общем, справится, если он настолько сложен. в городе Победово. Прошу вопрос. А в случае постмажорных обстоятельств, допустим, то, что неоднократно происходило в последние годы, Воронеж будет готовить заменить кого-то? Никак не знаете, я не знаю, честно, как был регламент. По-моему, сейчас этого нет. Это если только из фанеры? Нет, насколько я знаю, что готов. Готов. То есть, эта задача перед вами спал прежнего обстоятельства? Ну, об этом никто не говорит сейчас, потому что, честно говоря, не знаю. Насколько я знаю, что это не только первые места. Если кто-то отказывается, то просто сокращается передвижимость. Но, возможно, такой вариант есть, потому что мы не знаем, что насколько стратится первая ситуация в этой экономической ситуации. В данном случае, если вы остаетесь на втором месте, что весьма уже вероятно, на следующий год задача опять будет выхода. В общем, мы будем в классе, да? Видимо. Альберт, дожди какую-то рекомендацию, что вы ее давно знаете? Ну, Альберт, у меня я играл в Саратове. Играл под началом лица 2? В Саратове играл у нас на хорошее отношение. Я доволен, в работе очень. Хорошее думочное время. Какие вопросы? А у Анатолия Нежил не играл в травмах? Ну, у нас вот еще, конечно, у нас в Анатолия Нежил не играл в травмах. Он восстановился после операции, но он постоянно беспокоен. Вот с Шарином, с Леноком, на себе так. Такие болезни, другие, взаимные. Причем все позиции будут, как говорится, на длине заболеться в травмах, в Средней. С кем вы дома играете? Дома с кем играем? Сейчас принимаю дом в Пензу и Калуру. Удачи! Спасибо! Субтитры подогнал «Симон»!